Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры! Все любящие чтения Слова Божия Мы продолжаем с вами изучение книги священного писания и бытия на библейском интернет-портале экзегет.ру И с вами снова сегодня я, Андрей Иванович Сладков. Мы с вами рассматриваем 25 главу и читаем с первого стиха. И взял Авраам еще жену именем Хитуру. Она родила ему Зимрана, Иакшана, Медана, Медиана, Ишбака, Шувила, Иакшан, родил Шиву и так далее. Дается целое родословное того, кого Авраам родил от второй жены. И отдал Авраам все, что было у него Исааку, а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака, сына своего, еще при жизни своей на восток, в землю восточную. Мы видим, что здесь Авраам берет себе вторую жену именем Хитура. Многие об этом, даже люди уже верующие, я помню, как-то на проповеди привел этот какой-то пример. Он был достаточно своевременен. Там было целое апостольское послание. И некоторые люди даже с удивлением сказали, как это так, неужели у Авраама была вторая жена? Да, действительно, Авраам был вдовец. И человек, у которого умерла жена, он свободен. Даже заповедь евангельская говорит об этом, что есть три таких, в основном два, третье — это уже определение церкви, когда человек может жениться второй раз. Первое, если, например, умирает один из супругов, хотя апостол Павел говорит, если кто может остаться неженатым, то есть в монашеском состоянии, но он прибавляет и говорит, кто может вместить, да вместит. И далее апостол Павел пишет по этому поводу следующее, что лучше вам жениться, нежели разжигаться, или выходить замуж, нежели разжигаться. Мы видим, что Авраам здесь берет вторую жену, так, как он был вдовствующим. То есть, если говорить уже о том, то, что к теме, которая коснулся о разводе, то первое — это смерть одного из супругов, тогда человек свободен, а вторая — это если замечен кто в прелюбодеянии, причем не просто замечен, а необходимо, чтобы было два-три свидетеля, что там я видел, что ты там на кого-то посмотрел, и от тебя пахнет духами, это все не подходит. Дело в том, что в нашем мегаполисе, в метро проедешь, неизвестно, чем он тебе вообще потом пахнуть будет. Поэтому два-три свидетеля должно быть. И третье — это уже церковное такое определение, если у человека есть крайняя степень сумасшествия, которая угрожает жизни семьи и детям, тогда тоже церковным судом это рассматривается, и это допустимо. Хотя нужно, конечно, приложить все усилия для того, чтобы сохранить брак. Но Авраам здесь он вдовец, и он берет себе вторую жену, конечно же, не по вожделению и не по плотскому какому-то влечению, потому как Авраам уже в преклонных летах, здесь уже и в 7-8 главе будет сказано о его старости доброй и смерти. Но он берет себе жену по обетованию. Он помнит, что Господь ему сказал, что от него, от его чресла произойдут многие народы и будут населять землю. Не только эту землю, но, как сказано, мы дети Авраама еще и по вере. Значит, землю не только в этом мире, но и в жизни будущего века. Вот что по этому поводу пишет, например, Блаженный Августин пишет о повторности брака. Цитата. «Итак, сыны наложниц имеют некоторые дары». Мы видим, что Авраам здесь Исаака оставил при себе, а сын сынов наложниц он отправил, раздав им подарки, то есть некие дары, и отправил их подальше от своего сына Исаака. Так Блаженный Августин и пишет. «Итак, сыны наложницы имеют некоторые дары. Однако в обетованное царство не приходят ни еретики, ни плотские иудеи, потому что другого наследника, кроме Исаака, нет. Нет и не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя, о котором сказано, в Исааке наречется тебе семя. И я не вижу, почему иному хитура, которая была взята в замужество по смерти жены, называется наложницей, как ни в силу именно этой тайны. Но и те, которые не желают видеть этого в данном предзнаменованиях, пусть не порицают Авраама. Разве не может быть так, что в этом случае дается предостережение будущим еретикам, противникам вторых браков, тем, что на примере своего отца народов показано, что по кончине супруги вступать снова в брак не есть грех. Конец цитаты. То есть мы видим, что это повествование и это событие, которое рассматривается здесь, и о котором говорится в 25 главе Священного Писания, что и взял Авраам жену себе, вторую жену, будучи вдовцом Хитуру, это не противоречит Священному Писанию, и что он берет ее себе для деторождения. Но блаженный Августин предупреждает, что хотя Авраам дал дары тем, которые родились не от законной жены, не по обетованию, он говорит, что и еретики могут иметь некоторые дары, и харизматические секты могут иметь какие-то дары вне церкви, но все эти дары будут лишь как лжедары, которые не способны человека привести к наследию Царствия Божия. Вот такое бы казалось простое какое-то событие, на первый взгляд, какое-то семейное продолжение рода, к которому призывается Авраам, но блаженный Августин здесь видит и другое, что можно выразить, может быть, несколькими словами такими, что не все, что с неба, то от Бога. То есть не всякий дар и не всякий талант, который посылается человеку, он приводит человека в Царствие Божие, если человек его использует в своих каких-то плотских таких целях и в плотских, какие-то ставят себе плотские такие задачи его исполнения и решения их в этой жизни. И мы читаем с вами далее. «Дни жизни Авраамова, который он прожил, было 175 лет. И скончался Авраам, и умер в старости доброй, престарелой, насыщенной жизнью, и приложился к народу своему». На самом деле мы видели, что в Священном Писании были люди, которые подольше прожили, нежели Авраам. Например, Адам 930 лет, Муфусал 969 лет, даже Иной там более 500 лет. Но о них не говорится, что они были в старости доброй. Только об Аврааме впервые мы встречаем это слово в сочетании. Старость добрая. Что означают эти слова «добрая старость»? Вот что по этому поводу пишет святитель Ироним Стридонский. Цитата. «Я внимательно, — пишет он, — просматривая Писание, на предмет первых упоминаний о старости. Адам жил 930 лет, видите, и все же не назывался старым или старцем. Муфусал жил 969 лет и также не назывался старым. Иду далее, вплоть до потопа и после потопа, на протяжении почти трех тысяч лет, и не вижу никого, кто бы был назван старцем. Авраам первый, кто называется старцем. И, конечно, по возрасту он был гораздо моложе Муфусала. Но он потому назван старцем, что старость его была обильно помазана елеем. Что значит это обильно помазанное елеем? Благодатью Святого Духа, вероности Богу. Вот кто старец, тот, кто верен Богу, а не тот, кто по годам седой, или уже ему 150 или 140 лет, говорят, где там, в горах Кавказа. И вот старец. Старец тот, кто опытен в духовной жизни, а не тот, кто такой по возрасту. Аврааму было 175 лет. Он был намного моложе и Муфусала, и Адама, и других долгожителей Ветхого Завета. Но только он называется старцем. И далее продолжает святитель Ироним Стридонский. Об этом как раз и написано. И умер Авраам, насыщенный в старости доброй и в полноте дней. И заключает так. Потому в старости доброй, что в полноте дней, ведь все время жизни его был день, а не ночь. Конец цитаты. То есть, кто ходит во свете Христом, осуществляет заповеди в своей жизни. А проверить это можно только тогда, когда сами люди называют того человека старцем или нет. То есть, проверить это можно, опять же, обращаясь к Священному Писанию, к опыту отцов в церкви. Только тот старец, кто ходит днем, а не ночью, во свете заповедей Божьих. И мы читаем далее, что сказано и погребен, и погребли его, девятый стих Авраама. Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, на поле Ефрона, сына Цахора, хитянина, которая против Мамри. Мы видим, что Аврааму погребают там, где была погребена его жена. Он заранее позаботился, как мы помним, о том, чтобы выкупить это место. Оно теперь его было собственностью. И там он спокойно знал, распределил все заранее, это тоже очень важно, между Исааком, между детьми от Хитуры. Заранее сделал завещание. Очень важная, кстати, нам подсказка, потому что часто мы знаем, что, к сожалению, бывает в жизни людей так, что когда умирает человек, а особенно когда у него есть какое-то наследство и богатство, то между родственниками начинаются целые ссоры, начинается такой дележ, еще не успели похоронить, уже там, это мое, а это он мне говорил, что это мне. Начинается обида, разногласия. Авраам мудрый старец. Он не хочет, чтобы после его смерти дети между собой передрались. Он все заранее распределил, все заранее всем оставил завещание, и даже землю для погребения он выкупил для себя заранее, для того, чтобы не обременять своих детей после своей смерти. Это очень важная, снова повторю, подсказка нам, как необходимо нам заботиться в этой жизни, не только для себя и ради себя, но и в этой жизни заботиться о том, что будет после нашей смерти, дабы сохранилось единство наших семей, и не переругались бы они из наследства, которое есть у нас. Итак, 11 стих. По смерти Авраама Бог благословил Исаака, сына его. Исаак жил при Берлахайрое. Вот родословие Измаила, сына Авраама, которая родила Аврааму, а горе египтянка, служанка Сариной. Вот имена сынов Измаилах, имена их родословных первенцах и так далее. Здесь пересчитаются, конечно, это очень важная тема, какие имена, я говорил об этом, можно по именам узнать, какое было состояние общества. Ну, за недостатком времени в этом формате нам это сложно рассмотреть. Есть, впрочем, лекции на МП3, на сайте Азбука Веры и других сайтах, где там больше был формат. Это были такие аудиторные лекции, где там на одну главу я уделял примерно полтора часа. Там все это подробно можно найти. Итак, лет жизни Измаилов было 137 и так далее. Родословие идет Исаака. И вот 21 стих. «И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его». Очень тоже важное здесь такое напоминание и снова для нас, что часто люди, вот у меня есть одни знакомые, которые что только не делали, не могла жена никак зачать. И у них было все, и уже и дом, и дача, и машина, и не одна, и хорошее свое дело, и отличное предприятие, но нет детей. 5 лет нет детей, 10 лет нет детей, 15 лет нет детей, куда только не ездили. Они могли себе позволить любых докторов и в Швейцарию, и в Германию. Все им разводили руками и говорили, мы не понимаем причины. Они им предлагали всякие искусственные оплодотворения, мы знаем очень модные тенденции современного мира, но они верующие были люди, и они на это не шли, не соглашались, они верили Богу, что если Богу будет угодно, что Он даст им потомство. И вот, когда мы собрались тогда, помню, на Афон, и поехали, вы знаете, что в Хиландаре, и Хиландар, это сербский монастырь, там есть лоза Симеона Миртачиова, князя Стефана Немани в миру, и там эта лоза произрастает, она огромная такая, я был там несколько раз и привозил не одним людям, у которых была проблема с чудородием, и вот мы когда поехали, он взял эту лозу, известно, что монахи там записывают имена этих людей, они молятся за эту семью, и представляете, вот действительно, все, что человеку невозможно, Богу возможно, не прошло и месяца, они рождают первого, второго и третьего, то есть, вот, наверное, когда я спрашивал, ну, что ты раньше не молился, он говорит, молился, ну, может быть, как-то не так, и вот, помолившись Богу, здесь Исаак тоже молится Богу о жене своей, потому что она была, как сказано, неплодна, и Господь услышал его, и зачала, Ревека, жена его, сыновья в утробе его стали биться, и она сказала, если так будет, то для чего мне это, и пошла вопросить Господа, видим, что и Исаак просит Господа, и Ревека, когда уже зачала, сыновья бьются в утробе, тоже не спрашивает Господа, почему так происходит, но, здесь важно заметить, что значит, как я уже сказал, отцы церкви, вот, и Александрийской, ну, и даже и Блаженная Августина, они не хотели видеть ничего лишнего, что значит это биение двух в утробе Ревекки, вот что пишет Блаженный Августин, почти все принимают этот факт, что благословенный Исаак являл собой прообраз Господа нашего Спасителя, Исаак прообразовал Христа, а благословенная Ревека церковь, потому что, хотя подобно церкви, она долгое время оставалась неплодной, но по молитве благословенного Исаака и по милости Господа она зачала. А теперь дети боролись в очреве ее, и, устав от такого раздражения, она сказала, если так будет, то для чего мне это? Тогда Господь ответил ей, два племени в очреве твоем, как мы увидим дальше, и два различных народа произойдут от утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему и действительно возлюбленные. Так говорит апостол. Все это происходили с ними, с ними как образы, а написано нам в наставлении. Итак, Ревекка телесно зачала от благословенного Исаака, потому что церкви предстояло духовно зачать от Христа. И как двое сыновей боролись в очреве Ревеки, так и два народа постоянно противятся друг другу в очреве церкви. Если бы в нем были только порочные или только добропорядочные люди, это был бы единый народ. В церкви же находятся и хорошие, и что хуже, плохие люди, два соперничающих народа, словно в очреве духовной Ревекки, смиренный и гордый, целомудренный и прелюбодействующий, кроткий и гневный, добрый и завистливый, щедрый и жадный. И Дарья Блаженная продолжает Августин. Сыновья бились в утробе своей матери, и сказано Ревекке, когда там шла борьба, два племени во чреве Твоем. Два человека, два народа, народ хороший и народ плохой, но тем не менее они борются в одном луне. Сколько плохих в церкви, и одно чрево носит их, покуда в конце не расстанутся. И хорошие против плохих кричат, и плохие против хороших в ответ, и в одном чреве друг с другом борются. Конец цитаты. Ну, когда читаешь эти слова, как похоже действительно то состояние, которое есть внутри церкви, есть, братья, и вселенский характер церкви, все в ней есть, и хорошие, и плохие люди. Будем помнить с вами, братья и сестры, о том, что грех в церкви это никогда не грех церкви, это грех против церкви. Много людей, которые живут в церкви, да, вот здесь хотелось бы лучше даже вспомнить притчу. Помните, когда Господу спросили, когда был посеян на доброе семя и плевело, то есть сорняки, и тогда ученики подходят ко Христу и говорят, давай мы выдернем эти сорняки, но Христос их остановил, говорят, подождите, чтобы, когда вы будете вырывать, то есть, проводить такую великую инквизицию, то чтобы вы с этими добрыми, с этими плохими зарослями и терними и колючками не вырвали бы и хорошее семя, чтобы не пострадали и добрые православные христиане. Поэтому, как здесь блаженный Августин, так и пишет, сколько плохих в церкви и одно чрево носит их, покуда в конце не расстанутся, то есть, при страшном суде, когда, как сказано, придет Господь, и паки, грядущие, со славой судите живым, мертвым, и в царстве не будет конца, то по правую сторону поставит верных ему овец, а по левую сторону неверных козлов. Тогда Господь своим праведным судом он все рассудит. Итак, два народа. Два народа. Вот отца Александрийской церкви видели следующее. Например, такая цитата. «Полагаю, тоже можно сказать и о каждом из нас, что два племени и два разных народа находятся внутри нас». То говорилось о церкви, а теперь внутри лично каждого человека. «Ибо есть народ добродетели внутри нас, и в не меньшей мере есть народ греха внутри нас, то есть внутри каждого человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления, а также обманы, вражды, разногласия, зависть, ереси, ненависть, убийства, пьянства, бесчинства и тому подобное. Видишь, какой большой злой народ есть в нас? Действительно, такой набор кражи, лжесвидетельства, хуления, любодеяния, прелюбодеяния, обман, вражды, разногласия, ссоры, зависть, ненависть, убийства и тому подобное, бесчинства. Видишь, говорит Левин Толинец Андрейский, какой большой злой народ есть в нас? Но если мы действительно заслужим того, чтобы произнести следующее слово святых, от страха твоего Господа мы зачали в очреве и родили дух спасения твоего, соделали по земле, тогда другой народ обнаружится в нас, рожденный в духе. Ибо плод духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, кротость, воздержание и им подобное. И смотрите, как заключает. Ты видишь, второй народ внутри, но этот народ меньший, то есть добродетели меньше перечисляется, здесь приводится послание апостола Павла к Галатам, пятая глава, но любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание меньше перечисляется добродетели, если посчитать, почти в два раза. Глимент Александрийский заключает так. Видишь, говорит, второй народ внутри нас, но этот народ меньший, то есть добродетели, а первый больше кража, прелюбодеяния, любодеяния, злоречия, поскольку всегда больше злых людей, так говорит, нежели добрых и пороки многочисленней добродетелей. Но если мы будем такими, как Ревека и удостоимся от Исаака, то есть от Слова Божия зачать, то также и в нас один народ сделается сильнее другого и больше будет служить меньшему, ибо тогда плоть будет служить духу и пороки падут перед добродетелями. Конец цитаты. Видим, как заключает. Он говорит, если мы действительно примем Слово Божие как семя и внутри нас найдется место через покаяние, где возрасти этому доброму семени, добродетелям, то тогда последние, то есть меньшие, будут служить большему. То есть тогда все пороки они будут служить добродетелям. То есть они будут искореняемы по принципу, что добродетель, человек ведь сотворен по образу и подобию, поэтому добродетель для человека это естественное состояние его души. А все эти плевелы, которые перечисляются здесь при любодеянии, любодеянии, кражи, за свидетельство окуление, убийства, вражды, разногласия, обман, зависть, ненависть и убийства, они будут подавляемы и будут служить первому добродетелям любви, радости, мира, кровности, любви, радости, долготерпению, благости, милосердию, вере. Итак, видим, что интереснейшее здесь такое замечание делает и блаженный Августин и Климент Александрийский. И далее мы читаем «Свами настало время родить и вот близнецы в утробе ее первый вышел красный весь, как кожа косматой и нарекла ему имя Исав, потом вышел брат его, держась рукой свою запятую Исава и наречено ему имя Яков, Исак же был 60 лет, когда они родились». Мы видим, 20 лет прошло, помним, 40 лет было Исаку, 20 лет он молился, он проявлял главный добродетель долготерпение. «Дети выросли и стал Исав человеком искусным и зверловстве, человеком полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. Исак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Якова». Мы видим, что действительно Яков был, он как бы был всегда близок к матери, он всегда жил в шатрах, и часто бывает, что матери, они любят таких детей, кто ближе к ним, кто более ласковый, тянется к матери. А Исав, как о нем сказано, он был сыном полей и искусственным в звереловстве. «И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля, усталый, и сказал Исак Якову, дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал, от всего дано ему прозвание едом. Но Иаков сказал, продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрех Исав первородство». Обратите внимание на эти последние слова этой главы. «И пренебрех Исав первородство». Очень интереснейшая история, которая многим из нас знакома, история продажи своего первородства Иакову. Хотя мы видим с вами, что в общем-то было сказано, что больше будет служить меньшему. Это пророчество произнесено, но тем не менее Иаков здесь прибегает к такой хитрости. Но Исав пренебрегает своим первородством. Что? Когда он идет домой, в доме родном его не накормили бы, что ли? Конечно, накормили бы. Но он хочет действовать по этому принципу. В монастырях это по своему принципу. Он хочет здесь, в монастырях это называется тайноедение, но он хочет быстро, раз и готово, вкусен и скор, то есть он человек такого фастфуда. Он не хочет терпеть какого-то голода, он хочет быстро насыщать свое чрево, и ему нет никакого дела, он пренебрежительно говорит, что мне для этого первородства, я вот умираю, и он продает свое первородство. Как важно нам быть внимательными к своей жизни. Мы, православные христиане, признаны, призваны в чудный свет Божий. Не происходит ли в нашей жизни, когда мы размениваемся на чечевичную похлебку, когда ради угождения каким-то удобством или миру всему, мы как-то не замечая иногда даже того, отрекаемся от заповеди Христовой, а по сути от Христа. Поэтому будем внимательны к своей жизни. И дай Бог, чтобы в нашей жизни произошло так, чтобы мы когда-то сказали, что нам до этого христианства, что нам до этой церкви. Все так живут. И мы хотим так жить. Это очень опасное состояние и словосочетание, которым, кстати, предупреждает Николай Сербский. Он говорит, бойся этих ядовитых, как гадюка, стремящиеся вползти в душу человека, слов. Буду жить так, как все. Опасный принцип. Опасный принцип. Исав жил по этому принципу. Он хотел быстро, сразу, здесь и сейчас, но мы видим, что Господь часто людей испытывает той добродетелью, которая даже называется плодом духа. Это добродетель долготерпения. Долготерпение. Исав долго терпел и получил ожидаемого от Бога. Авраам долго терпел, но он любил Бога и получил ожидаемого от Бога. Исав не хочет терпеть. У него нет этого плода духа святого. Он не зачал от Бога. Мы не видим нигде, чтобы сказано об Исаве, чтобы он молился Богу. Он берет себе жен, но он не молится Богу и не упрошает. Он здесь идет и хочет есть, но он не говорит Господи, накорми меня, и как будет воля твоя. Мы не видим нигде, чтобы Исаав молился Богу. Авраам, Исаак, как мы увидим, и Иаков впоследствии, они молятся Богу и получают ожидаемое. Но тем не менее, в Иакове все-таки проявилась некая степень хитрости, которую мы можем здесь заметить. Но мы увидим, что Господь в свое время его накажет, опять же, накажет для его же исправления. Как он здесь восхитил первородство, так и там Господь ему впоследствии будут такие события, где он тоже будет обманут. Обманщик всегда будет обманут, и это не просто месть Бога по отношению к человеку, а всякое наказание есть ничто иное, как научение человека. Итак, мы видим здесь снова и снова эти слова. И дал Иаков Исааву хлеба, и кушанье из чечевицы, и он ел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исаав первородство. Не будем пренебрегать своим первородством, не будем пренебрегать своим крещением, если мы крещены в православной церкви, не будем пренебрегать и церковью матерью, когда мы часто в угоду, снова повторю, каким-то удобством временным, размениваемся и воскресный день говорим, ну ладно, что мне до этого воскресного дня. Будем, братья и сестры, осторожно наблюдать за собой, как мы совершаем свой путь в этой временной жизни, которая нам дана для обретения жизни вечной Царства Христова. 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 Христова.